Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена, так сказать, мерам безопасности, на которые нужно обратить внимание перед сдачей отчетности, ну и вообще при настройках. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть нашу электронную почту, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам по каким-то причинам казалось неудобным время проведения нашего вебинара или вы не смогли досмотреть его до конца, через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров на нашем сайте, и вы сможете посмотреть его в удобное для вас время, ну и соответственно найти, возможно, другую информацию, которая вас заинтересует. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик 1С Гардашева Галина. Мои контактные данные вы тоже видите на экране. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете их задать любым удобным для вас способом. Если это будет в письменном формате, то мы сможем более подробно ответить на ваш вопрос и более предметно, то есть уже касательно вашей ситуации. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара, вы видите ее на экране, будет состоять из того, что мы поговорим про оценки факторов риска при проверке контрагентов. Поговорим про то, что делать, если ваш контрагент оказался в списке опасных контрагентов, например, от налоговой инспекции. Что такое банковский светофор? Какие существуют опасности при работе со спецрежимниками? То есть, что нужно сделать, чтобы избежать обвинения в дроблении бизнеса. Ну и поговорим про дополнительные сервисы, отчеты, которые есть в 1С. Наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Нормативную, так сказать, информацию мы с вами будем смотреть по слайдам. Потом мы будем переключаться на демо-базу. Сейчас я перейду туда. Демо-база ERP и, соответственно, ручками проделывать то, о чем мы поговорили. А сразу хочу обратить ваше внимание вот на что. Поскольку в этом году было много изменений и в регламентированных отчетах, то есть в формах регламентированных отчетов, ну и, в принципе, по налогообложению, по реформам, так сказать, налогообложения, этот год у нас рекордный, то нужно обращать внимание в первую очередь на актуальность вашего релиза. Посмотреть, какой релиз у вашей программы, можно вот по такой пиктограммке. Мы переходим сюда и выбираем пункт информации о программе. И в этом случае мы можем с вами посмотреть, какая версия платформы у вас установлена, ну и, соответственно, какой релиз конфигурации. Как вы видите, в разделе новости 1С есть информация о том, какие релизы сейчас выпущены, какие актуальны. Хочу обратить внимание вот на что. Мы с вами будем смотреть сегодня информацию на релизе 5.8.321. Это не самый последний релиз, но 2.5.8 – это релиз длительной поддержки. И, соответственно, он будет поддерживаться еще определенное время, несмотря на то, что сейчас уже вышли релизы, как вы видите, и 2.5.11, и 2.5.12. Но, тем не менее, 2.5.8 – это релиз длительной поддержки. В нем есть основные все регламентированные формы. Ну и чтобы быть твердо уверенным, что у вас все актуально, то ориентируйтесь на релиз 2.5.8.430. Четвертый релиз. Так, сейчас мы отсюда уходим. Возвращаемся снова к нашим слайдикам и поговорим вот о чем. То есть, что необходимо сделать до того, как вы начинаете сотрудничество с новым контрагентом. Ну, в принципе, все уже привыкли к тому, что контрагента обязательно нужно проверить, даже если вы с ним знакомы и уже работали ранее, но вводите, например, новые договора или начинаете работать с конкретным юрлицом, с этим контрагентом, то нужно перед началом работы выполнить, так сказать, ритуальные действия. То есть, во-первых, это способ проверить, если это реальный контрагент, проверить актуальности данных про него, проверить, нет ли у него каких-нибудь судебных дел, банкротства, сдаёт ли он отчётность. Особенно это важно, если вы работаете с НДС, чтобы на вас не переключили все его долги. Прошу прощения. То есть, вот какие действия вы видите на экране, необходимо выполнить для начала работы с контрагентом, с новым. Выполнить такую проверку необходимо также в том случае, ну, так сказать, подстелить себе соломку. Если это, например, какое-то ваше ёблицо, то всё равно налогу может потребоваться, чтобы вы доказали, что вы проявляли должную осмотрительность. Проявить такую осмотрительность можно и с помощью программы 1С, но, естественно, придётся использовать и внешние ресурсы, внешне информационные данные. Данные посмотреть, это можно в программе ERP. Можно создать задачи, в которых запланировать задачи, например, проверка контрагента. Делается это из режима «Главное». И здесь у нас есть почта задачи и вот список «Мои задачи». Сейчас мы с вами снова переключимся в демо-базу и посмотрим. То есть, видите, на начальной странице у меня создана такая задача, то есть проверка контрагента. И, соответственно, когда я ввожу нового контрагента, у меня такая задача появляется. Я могу зайти и просмотреть, что это за задачи. Сейчас мы на эту тему ещё один слайдик посмотрим. И, собственно, получить необходимую информацию, распечатать данные, ну, то есть сформировать досье контрагента и в случае необходимости предоставить его в налоговые органы. То есть вот у меня сама задача проверка контрагента. И если я захожу внутрь задачи, то у меня появляется вот такой интерфейс, в котором я могу задать необходимые данные, ну, то есть за какой период, когда проверить и записать результаты. Сейчас мы снова переключимся на демо-базу. Посмотрим это, так сказать, уже в живом формате. То есть вот мы проверку данных клиента запустили. То есть если клиент, то это в этом случае мой покупатель. И, собственно говоря, я здесь записываю результаты проверки. И потом могу отметить, что выполнено. И если выполнено, то какой датой. Ну, собственно, сформировать досье. Еще один момент, что при проверке контрагента я могу создать разную важность. То есть обычная, высокая, если, например, сделка крупная или, наоборот, срочная. Ну, то есть задать параметры проверки и посмотреть, что про него будет написано. Но одних ресурсов программы для этого все-таки недостаточно. И необходимо использовать и данные внешних источников. Снова переключаемся с вами на наши слайдики. И сейчас я вам немножко хочу нормативную информацию показать. То есть где можно посмотреть информацию, чтобы доказать, ну, во-первых, должную коммерческую осмотрительность, как сейчас формулируется. Во-вторых, доказать, что, например, ваш контрагент не занимается обналичкой, что вы не занимаетесь дроблением бизнеса, ну и так далее. Случаи, которые нужно нам будет рассмотреть, мы поговорим про них немножко дальше. Как вы видите, есть ссылка на платные сервисы, то есть к программе, к вашей конфигурации. Мы сейчас говорим про ERP, ERP 2.5.8. Есть вшитые сервисы, то есть один из Spark и Contour Focus. Contour Focus – это сервис информационного ресурса ContourExtern. То есть по ним можно посмотреть сведения про ваших контрагентов. Но кроме того, что можно воспользоваться платными сервисами, напомню, Эти сервисы платные, ну достаточно условно, потому что они доступны пользователям, у которых оформлены подписки ИТС. Если у вас ИТС проф, то некоторые сервисы будут бесплатные для одного юридического лица, а некоторые, если у вас подписка ИТС техно, будут платными. Но плата, например, за проверку контрагента будет порядка 4800 рублей на год. То есть если, соответственно, разбить это по месячной эту сумму, то получаются вполне себе дружественные цифры. Ну и, естественно, можно воспользоваться бесплатными порталами, которых сейчас достаточно много. Ну вот наиболее популярный из них – это портал «За честный бизнес». Этот портал позволяет провести проверку как на само предприятие, то есть то, что это официально зарегистрировано, кто является руководителем, кто является собственником, отследить аффилированность. Сейчас мы с вами переключимся. Сейчас немножечко сделаем вот так, чтобы было видно. И, соответственно, вот при переходе на сайт мы с вами… Звучит он так же, как я прочитала, то есть по-русски «За честный бизнес» и позволяет по ИНН или по наименованию, если вы, например, в ИНН не уверены, получить сведения о том, что организация действующая, ну, соответственно, регистрационные данные, история, когда и в каких случаях, например, руководители были зарегистрированы в качестве учредителей других компаний, посмотреть деятельность этих компаний, ну и, соответственно, распечатать результаты. Как вы видите, можно проверить статус действующая, недействующая, организационную форму, виды деятельности, которые зарегистрированы. То есть, ну, может быть, например, ситуация, когда предприятие реально существующее, действующее, но оказывает услуги, которые не прописаны в его регистрационных документах. Ну, например, в регистрационных документах написано «Транспортные услуги», а предприятие занимается полетами в космос. Я, естественно, утрирую, но, тем не менее, позволяет проверить все в платном доступе. То есть, это абсолютно бесплатный блок. В платном доступе уже более подробная информация, например, о показателях бухгалтерской отчетности и так далее. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. Есть еще сервисы, которые запустила ФНС. То есть, это проверка контрагента через сервис «Прозрачный бизнес». То есть, в этом сервисе налоговики объединили несколько баз и позволяют точно так же этот сервис получить наиболее важную информацию о контрагенте, руководителе и так далее. И есть еще сервис «Федресурс». По этому, по «Федресурсу» можно узнать, не запущена ли в отношении вашего контрагента процедура банкротства. А на сервисе «Вестник» организация обязана размещать информацию о прекращении деятельности. То есть, в «Вестнике» вы можете посмотреть, не находится ли ваш контрагент, его юридическое лицо, в стадии ликвидации, то есть в стадии исключения из ЕГРЮ. На самом деле, это вот я еще раз вам показываю слайдик «За честный бизнес». И, собственно говоря, просто акцентирую ваше внимание, как называется сайт и что с его помощью можно посмотреть. В этом случае вы в досье можете совершенно смело делать запись, что проверка произведена при помощи какого-либо из перечисленных сервисов или с помощью сервиса «За честный бизнес» и так далее. То есть, у вас уже как минимум обвинение в том, что вы не проявили должную осмотрительность, отпадает. То есть, вы проявили, вы очень внимательно всем интересовались и дальше уже как звезды встали. То есть, не ваша вина, если ваш контрагент оказался коварным и недобросовестным. Что же все-таки стоит проверить, если контрагент реальный и как обезопасить себя на самом первом этапе? То есть, в этом случае нужно затребовать при подписании договора у контрагента сканокопии, заверенной подписью и печатью организации, с которой вы хотите заключить договор, следующие документы. Ну, во-первых, это копия устава организации. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы можно было проверить. В уставе обычно должна присутствовать запись о том, какие сделки являются крупными, потому что для регистрации крупных сделок, для подписания договоров по таким сделкам, необходима немного отличная от общего правила процедура. То есть, недостаточно того, что, например, руководитель контрагента подпишет документы, необходимо, чтобы было приложено еще решение учредителей, разрешающее проведение такой сделки. Ну, дальше копия свидетельства о госрегистрации, о постановке на налоговый учет. То есть, для организаций, которые были зарегистрированы до 2019 года, в основном это были бумажные свидетельства с голограммой, а в последующем это уже идут электронные документы, и у предприятия на руках после регистрации остается только лист регистрации. Собственно, нужно запросить бухгалтерскую отчетность за предыдущий год. В этом случае можно оценить, насколько велика вероятность возникновения просроченной задолженности. То есть, если у предприятия есть большая дебиторская задолженность или кредиторская задолженность, то уже стоит, скажем так, насторожиться и выяснить, почему возникли такие данные. Ну и копию паспорта руководителя. Копию паспорта руководителя обязательно нужно будет проверить по открытым ресурсам, потому что может быть ситуация, когда, например, руководитель по возрасту поменял паспорт, а в Егрюл эти данные не внесены. Или, например, заключил брак и поменял паспорт, изменил фамилию. В этом случае может быть ситуация, когда, например, в Егрюл, там, где заполняются сведения о руководителе, будет стоять запись недостоверной сведения. В этом случае вашу отчетность могут признать непредоставленной. То есть, что значит непредоставленной? Это значит, что даже если вы ее подали, установленный срок не нарушили, срок предоставления отчетности, и все заполнили правильно и корректно, но оказалась, например, вот такая запись, то вашу отчетность налоговые органы вернут и предъявят требование, что необходимо скорректировать данные или внести исправление. Но мало того, что вы получите такое требование, которое должно будете выполнить в течение пяти дней, кроме этого, ваша организация попадет еще во все существующие черные списки и в банковские, соответственно, и потом придется приложить усилия для того, чтобы, ну, во-первых, подать сведения и исправить эту ошибку, а во-вторых, убрать предприятие из всех черных списков. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на постановление пленума ВАЗ РФ, то есть оно достаточно старое, 2006 год, номер 53. В свое время это постановление наделало много шума и вызвало переполох в бухгалтерских рядах и так далее. То есть это когда налоговая предъявляет вам требования в получении необоснованной выгоды. Комментариев было на эту тему достаточно много, но, в общем-то, это можно свести к двум пунктам. То есть налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщику не удалось доказать должную осмотрительность, сейчас должная осмотрительность называется должная коммерческая осмотрительность, так как предполагается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть налогоплательщик должен был знать о допущенных контрагентам нарушениях. То есть он должен был провести полную детальную проверку, ну и попутно еще, так сказать, продемонстрировать смекалку и сноровку для того, чтобы доказать, что он не участвовал ни в сговоре, ни в самих этих нарушениях и так далее. И второй момент – это если налогоплательщик или его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, которые связаны с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности. То есть либо не подают отчетность, либо не выполняют платежи, и которые по поданной отчетности должны были быть перечислены. И если второй случай, то есть работа с аффилированными лицами – это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый случай предполагает, что все-таки у налогоплательщика были возможности предотвратить проблемы, и он ими не воспользовался. Или воспользовался не в полном объеме, а поверхностно. Ну, например, если раньше было достаточно просто проверить контрагента по игре, то сейчас необходимо совершить гораздо больше телодвижений и собрать больше информации. Еще один момент, что сейчас ФНС постоянно составляет списки опасных компаний. Недавно они были обновлены, и об этом писали рассылки большинство информационных ресурсов. И Контур, и Астрал, и в основном операторы ТКС. И в этом случае, соответственно, основные критерии – это если ваш клиент или ваш контрагент не отчитывается в налоговую, у него отсутствуют банковские операции в течение года, или он состоит в списке на исключение из ИГРУ. Как вы знаете, сейчас налоговые такие списки составляют регулярно, и в марте было обновление таких списков. Поэтому, кроме того, что вы пробили контрагента по ИГРУ, нужно проверить и другие сайты. То есть Вестник, например, не состоит ли он в списке на банкротство, на исключение и так далее. То есть регулятор публикует информацию о задолженности бизнеса по кредитам. Вот это новая фишка. То есть, соответственно, раньше информация о кредитных задолженностях не публиковалась, это были закрытые сведения. Сейчас задолженность по кредитам можно будет посмотреть на сайте Центробанка. То есть здесь речь идет о данных по займам, которые брали компании-предприниматели. В этом году информация становится открытой. Об этом есть уведомления на сайте Центробанка. Итак, какие же действия необходимы для того, чтобы, ну, во-первых, исключить обвинения в недобросовестности, во-вторых, исключить обвинения в обналичке, в дроблении бизнеса, ну и в других, во всех смертных грехах. То есть сейчас вы на экране видите небольшую шпаргалочку, то есть пошаговые действия. Что необходимо сделать? Ну, во-первых, запросить у потенциального контрагента копии основных документов, как я уже говорила, заверенной оригинальной печатью вашего партнера и автографом его должностного лица. Либо должностного лица, либо лица, который действует по доверенности, имеет право подписи, ну, например, договоров и других аналогичных документов. Второе, что необходимо сделать, это получить актуальную выписку из EGRU или EGRIP. Проверить, не массовый ли адрес у контрагента, то есть адрес регистрации мы должны пробить, не является ли он массовым. Следующее, что нужно сделать, это проверить, не дисквалифицирован ли директор, который указан в договоре, который вы должны будете с ним подписать. Следующий момент, уточнить, относится ли ваш контрагент к МСП или это крупный бизнес. То есть это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации. Ну, естественно, проверить, не банкрот ли контрагент, проверить, не исключен ли он из EGRU. И следующее, что нужно сделать, это уже по немножко другим ресурсам пройтись, проверить, не состоит ли ваш партнер в списках судебных приставов, то есть что на него наложены какие-то санкции судебные, и по картотеке арбитражных дел, не ведет ли он сейчас какую-то арбитражную тяжбу. На самом деле, даже если и ведет, это, в принципе, нормальная ситуация. Любой контрагент может выяснять отношения с партнерами через арбитраж, но здесь важно, какое дело, на какую сумму, потому что если, например, у вашего партнера уставной фонд 10 тысяч и основных средств на 3 копейки и два физических лица в штате, а арбитражная тяжба у него на миллионы, то, конечно, стоит насторожиться. Естественно, это касается тех случаев, когда ваш партнер не собственное юрлицо, а реальный партнер, с которым вы хотите начать отношения. В этом случае стоит посмотреть на бухгалтерскую отчетность. То есть это покажет, насколько прибыльный у него бизнес, может он в долгах, как в шелках, и покажет, способен ли ваш контрагент физически выполнить условия, которые по договору на него будут возложены. Потому что если, например, он позиционирует себя как строительная организация с неимоверным опытом и квалифицированным персоналом, а по официальным данным у него три богатыря и все, то, конечно, он будет не в состоянии осилить, например, строительство, не знаю, там, крупное строительство или провести какие-то другие сложные работы, требующие квалификации и персонала. Про паспорт руководителя мы уже говорили, то есть нужно проверить его на действительность или наличие, соответственно, каких-то взысканий на руководителей, или еще посмотреть, что, возможно, он является не гражданином России, то есть не резидентом. В этом случае, естественно, тоже имеются свои особенности, которые нужно будет учитывать. Если, например, человек, который будет подписывать договор, предоставляет вам доверенность, то существуют случаи, когда она должна быть именно нотариально заверена, и, естественно, у нее нужно проверить срок действия, потому что, может быть, она уже закончилась или, например, заканчивается в ближайшие пару дней, то есть в этом случае тоже следует попросить нормальный документ. Если разговор идет о том, что ваш партнер предполагает осуществление лицензированной деятельности, то, соответственно, следует проверить у него лицензию, то есть не стекли ее срок, действительно ли это лицензия. И если он работает по патенту, то, соответственно, проверить патент. Ну и кроме пунктов, которые здесь перечислены, налоговики еще требуют, чтобы вы подтвердили, что, например, по адресу регистрации вы были, вы видели, что предприятие имеет офис, там, например, складские помещения, производственные помещения, ну то есть, что вы не поленились, проехались до них и посмотрели, что это реально существующее предприятие, а не шалаш Тома Сойера. Ну и если, например, разговор идет про строительную организацию, то следует проверить членство, всрой и так далее. Следующий момент – это крупные сделки. Я уже мельком про них говорила. То есть, если ваше предприятие планирует заключить сделку на крупную сумму, то в этом случае вам необходимо проверить устав контрагента. И, соответственно, в нем должна быть информация о регистрации крупных сделок. Потому что по законодательству для ОООшек крупная сделка – это сделка стоимостью свыше 25% стоимости активов общества. Но могут быть случаи, когда учредители, то есть собственники, ограничивают крупные сделки, например, какой-то конкретной суммой. Ну, считают крупную сделку на сумму от 500 тысяч рублей. В этом случае в уставе должна быть запись о таких ограничениях. И в этом, если такая запись присутствует, директор самостоятельно подписать такой договор не может. Он обязательно должен приложить решение собственников, то есть учредителей, о том, что ему такая сделка разрешена и такая сделка одобрена. А сейчас мы с вами еще посмотрим вот такой слайдик. Упс, к сожалению. О, вот так вот делаем. То есть здесь у нас на слайдике показаны еще варианты проверок, то есть проверки 1С-парк встречи мне хотелось бы и контрагенты, которые стоят на мониторинге. И, соответственно, в этом случае эти сервисы помогают оценить риски. Сейчас мы с вами переключимся снова на демо-базу. Выберем раздел закупки. Я сейчас подвину линеечку кверху, чтобы она нам не мешалась. Так, и, соответственно, здесь у нас, как вы видите, раздел закупки. И вот у нас расчеты с поставщиками. Есть сверки взаиморасчетов. Это для проверки того, что у нас есть по расчетам с этим контрагентом. И вот справки СПАРК и контрагенты на мониторинге. Напоминаю, что у нас есть мониторинг, налоговый мониторинг, если предприятие заключает, дает налоговикам доступ к своим бухгалтерским данным, и они постоянно мониторятся налоговыми органами. Если мы выбираем, допустим, один из СПАРК-риски, то у нас в этом случае конфигурация позволяет проанализировать. Например, мы запрашиваем какого-то контрагента и запрашиваем справку. Соответственно, нам приходит документ, который позволяет также подтвердить и должную коммерческую осмотрительность, ну и минимизировать обвинения, например, в том, что это фирма-однодневка или что это номинальная фирма. То есть мы выбираем какого-либо контрагента, ну и соответственно получаем справку. Я, к сожалению, не могу показать, как мы ее получаем, потому что у нас демо-база и она не подключена к обменам. Сейчас мы вот это вот закроем и здесь в разделе закупки мне еще хотелось обратить внимание на раздел НСИ. То есть раздел НСИ это нормативно-справочная информация по закупкам. Ну и соответственно пункт поставщики, когда мы переходим по этому пункту, то мы попадаем в журнал с поставщиками и сейчас он перейдет, откроется журнал поставщиков и с каждым поставщиком у нас есть возможность сформировать досье, в котором зафиксировать ту информацию, которую мы получили, например, из внешних источников. Ну вот возьмем например чего-нибудь такое, что вот возьмем база электротовара. У нас открывается карточка, при этом карточка контрагента и в карточке контрагента мы можем что-то уже посмотреть. если, например, там внесена какая-то информация, то есть видите, у нас здесь есть возможность задавать взаимодействия, задавать взаимосвязи, то есть например, когда это компания либо холдинговая структура, либо компания имеет какие-то филиалы, представительства и так далее. И кроме этого у нас есть возможность закрепить какие-то сведения, например, по регионам продаж или закрепить экспедиторы, если это например маршруты, на которых закреплены определенные специалисты. И есть закладочка прочей информации, куда мы можем записать всю информацию, например, о директоре, о его семье, о любимой собачке, дни рождения и так далее. Это в принципе коммерческая информация, которая нужна для маркетинга, то есть поздравить с днем рождения и так далее, но которая может подтвердить то, что вы проявляли должную осмотрительность. И та же самая история у нас есть гиперссылка, то есть выделение синим текстом по договорам, которые заключены с этим конкретным контрагентом. если мы используем переход по договорам, то вот мы видим все договора, их состояние и можем зайти, ну, например, открыли договор поставки, можем зайти в этот договор и опять же для того, чтобы исключить обвинения в обналичке, например, в искусственном дроблении, мы можем здесь дополнительную информацию разместить, которую мы с вами открыли в результате разведывательных мероприятий. Сейчас мы это все позакрываем и вернемся снова к нашим слайдам и еще немножко нормативной информации. Сейчас я масштаб изменю. Вот так. то есть еще одно распространенное обвинение, которое может возникнуть от налоговых органов, это риск того, что вас обвинят в обналичке. Ну, как с этим бороться, собственно говоря, можно договориться, во-первых, со своими партнерами, чтобы обмениваться информацией, если, например, к ним пришел запрос о встречной проверке по вашей организации и если у них затребовали какие-то операции за последние три года, то это обозначает, что организация попала на контроль налоговых органов и налоговая готовит комплексную проверку по вашей организации. Потому что если в рамках встречной проверки у вас запрашивают результаты по какой-то конкретной сделке, то это не стоит рассматривать как особый повод для беспокойства. А вот если запрашивается информация за длительный период, то есть за последние три года, например, то это уже основание насторожиться, поскольку налоговики имеют право запросить документацию за последние три года и, соответственно, организация должна эту информацию предоставить. Но здесь не стоит расслабляться, потому что три года это стандартный срок проведения запроса точнее документов на проведение проверки. Но если вдруг в ходе проверки выясняется, что было возбуждено уголовное дело по каким-нибудь нарушениям или еще почему-то, то в этом случае срок исковой давности повышается до десяти лет. И следует еще обращать особое внимание, когда вы заключаете договор со спецрежимниками, то есть либо тех, кто работает на упрощенке, либо ИП на патенте, потому что это самый основной способ именно при обналичивании денег, то есть чтобы у вас не было крупных снятий наличных денег или каких-то других предпосылок для того, чтобы предъявить вам такое обвинение. То есть соответственно, если у вас имеются крупные платежи в адрес предпринимателей или в адрес упрощенцев, то группа риска у вас повышается. Какие при этом риски возникают? Ну, во-первых, это риски, когда вы ведете взаиморасчеты с ИП и в этом случае организации не являются взаимозависимыми лицами. То есть в этом случае, если организации не взаимозависимые лица, они могут применять в своих сделках любые цены. Если организации, например, ИП взаимозависимыми лицами являются, то в этом случае налоговики могут пересчитывать цену сделки. Соответственно, в этом случае для определения цены берется средняя цена по региону, где вы находитесь, и считается отклонение от средней цены и цены вашей сделки. В этом случае вам налоговики могут насчитать условную прибыль, с которой могут взять совершенно не условный, а реальный налог. Поэтому обратите внимание на такой риск. Второй, наверное, по распространенности, это риск обвинения в дроблении бизнеса. То есть если проверяющие находят признаки взаимозависимости, то соответственно они могут доначислить налоги. Для этого контролеры будут доказывать, что бизнес разделили. В этом случае здесь нужно обратить внимание на то, как у вас оформлены документы. То есть, например, если у вас несколько юридических лиц, в которых работают одни и те же люди, они располагаются в одном и том же территориальном помещении. Ну, то есть, когда есть возможность доказать, что это был целый бизнес, который разделитель, например, для того, чтобы не превысить лимиты по упрощенке. Здесь есть много достаточно своих тонкостей, но тем не менее, так сказать, в общих чертах можно вот сформулировать так. Ну, соответственно, охоту, так сказать, за небольшими предприятиями, у которых присутствуют аффилированные лица налоговики очень любят, потому что в этом случае без особых трудозатрат и без особых неприятностей с грамотными, например, аудиторами или грамотными юристами, можно доказать, что инспекторы провели грандиозную работу и получили медаль за храбрость, и, соответственно, с вас собрали налоги и штрафы, которые сопровождают такие обвинения. Еще одна, так сказать, нормативная информация – это информация о том, что какие схемы в основном рассматривают налоговики по поводу дробления бизнеса. Ну, самая распространенная первая схема – это если организация переводит часть выручки, часть основных средств и персонал в другую фирму или к писту на спецрежиме. А на самом деле они работают как единое целое и маскируют один бизнес. В этом случае фирмы могут даже работать параллельно, либо новых участников зарегистрировать, то есть новые юрлица. Но здесь нужно обращать внимание вот на что. То есть здесь уже именно артистичность оформления сопроводительных документов. То есть на самом деле первое – это регистрация нового юрлица, когда старые работающие приближаются к лимитам. То есть либо по основным средствам, либо по средней численности, либо по выручке. Но напомню, что у нас в прошлом году и в этом году был переходный период. И если, например, средняя численность установлена для упрощенцев 100 человек, то при переходном периоде вы не теряли право на применение упрощенки, если у вас было 130 человек. Но при этом у вас применяются повышенные взносы. То есть, например, не 6 процентов, а 8 процентов. И вместо 15 и 20 процентов. Та же самая история и по доходам. А вот по остаточной стоимости основных средств здесь колебания не допускаются. То есть как были 150 миллионов, так они и остались. Если вы их превысили, то вы с упрощенки уже слетаете. И вторая схема – это если вы создаете группу компаний, то есть холдинговую структуру, в которых есть и юрлица, и ИП, соответственно, и общий режим, и спецрежим. Но ЕНВД у нас сейчас не применяется. Поэтому мы рассматриваем только спецрежимы. И, соответственно, если это ИП, то это может быть еще патентная система. Фирма на общей системе нужна, чтобы проводить реализацию покупателям, которым нужен входной НДС. То есть контрагентов делят с НДС и без НДС. И потом, когда покупатель нашел в интернете сайт компании и звонит для того, чтобы заказать товар, его спрашивают, как вам купить с НДС или без. Если с НДС, то выписывают от имени одного юрлица. Если без НДС, то от имени другого юрлица. Соответственно, если у вас такая схема, то в этом случае нужно обратить внимание на то, чтобы у вас своевременно, аккуратно, в соответствии с заказами, выполнялись передачи между юридическими лицами. Например, в ЕРП для этого предусмотрен блок интеркомпани. И, естественно, при желании, когда с НДС выплачиваются, если документы выписываются с НДС, то в этом случае еще и это может совмещаться с обналичкой, но это просто красная тряпка для всех контролирующих органов. Ну, естественно, если в этом случае используют СП или какие-то свои юрлица, то их чаще всего используют, чтобы увеличить расходы фирмы, которая применяет общую систему налогообложения. То есть в этом случае нужно доказывать тот факт, что предприниматели или дружественная фирма вела деятельность, то есть чтобы были оформлены, например, товаро-транспортные накладные, чтобы были сотрудники, которые могут осуществлять указанные работы. Например, если это грузоперевозки, то у вас в штате должны быть водители, там, например, механики, заведующий гаражом. Ну, то есть чтобы фирма предоставляла документы, которые подтверждают движение товаров и так далее. Они не имитируют такую деятельность. Еще один момент – это так называемый светофор. С прошлого года, практически с этого года уже на постоянную основе, банки применяют систему присвоения компаниям разных световых индексов. То есть, например, желтый, зеленый и красный. То есть красный – это спектр наибольшего риска. Если предприятие ваше или вашего контрагента попало в красный сектор, то у вас начинаются проблемы, вплоть до того, что банк отказывается осуществлять переводы в адрес такой компании. Ну и, соответственно, усиливает контроль. Если у вас, например, фирма зеленая, а вы переводите денежные средства в красный сектор, то, соответственно, опять же, банк может запросить у вас дополнительную информацию, например, договора или еще какие-то документы, которые показывают, что у вас партнер реально действующий, а не однодневка, которая имитирует бурную деятельность. По вот этому разделению есть сайт «Светофор». Вы видите внизу его адрес. И, соответственно, в этом случае вы можете на этом сервисе посмотреть информацию о контрагенте и его индексах, то есть к какому цвету он отнесен. Это на самом деле достаточно полная информация. Вот вы видите здесь расшифровку, то есть красный цвет – это компания прекратила деятельность или находится в состоянии ликвидации, или против нее возбуждена процедура банкротства. В этом случае такие переводы блокируются, то есть банк имеет право блокировать такие переводы. Если это желтый сектор, то у предприятия имеются факторы, на которые нужно обратить очень пристальное внимание. То есть, например, это поменялся руководитель. Имеются исполнительные производства судебных приставов по заработной плате. Ну и, собственно, другие признаки рисков. И зеленые, то есть это, соответственно, белые, пушистые, надежные. И за последний год участвовала, например, в государственных контрактах, получала какие-то большие лицензии. То есть, например, там лицензии на продажу спиртного или лицензии на ведение каких-либо других особо опасных работ и так далее. Чем нам это грозит? То есть, в принципе, если предприятие попадает в эти списки, ну или вот, не дай бог, по банку попало в желтый, допустим, сектор, то в этом случае нужно предпринимать массу усилий для того, чтобы либо вывести из этого сектора предприятия, то есть перекрасить, либо, ну, работать с другим юрлицом или вообще прекратить сотрудничество с такой организацией. Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу. Так, и вот про что поговорим. То есть, поскольку все вот эти действия, про которые мы поговорили, направлены на то, чтобы доказать реальность сделки, доказать то, что предприятие имело возможность выполнить свои обязательства. Ну, то есть, что оно не занималось дроблением бизнеса, обналичиванием, не занималось необоснованной налоговой оптимизацией и так далее, то, в принципе, в этом случае мы должны в первую очередь проанализировать отчеты и, соответственно, есть еще дополнительные сервисы в программе ERP, которыми мы можем воспользоваться. Сейчас мы с вами перейдем в раздел регламентированный учет и посмотрим, что у нас здесь есть для того, чтобы обезопасить себя. Блок 1С отчетность, то есть, вот вы его видите, это не только название раздела, это еще название дополнительного сервиса, который позволяет напрямую проводить обмен с сайтами, например, налоговых органов. То есть, сейчас большинство предприятий отчитываются или отправляют корреспонденцию, там, уведомления, пояснения и так далее через операторов электронной отчетности. В этом случае, получается, мы формируем файл с отчетом, передаем его, выгружаем его из программы и потом загружаем в программу оператора. И уже оператор передает сведения, которые мы ему прислали, в налоговые органы. А сервис 1С отчетность позволяет избежать вот этого вот дополнительного транзитного пункта и напрямую обмениваться с налоговиками. В этом случае мы имеем возможность сократить время прохождения документов. Но, естественно, это важно в том случае, если, например, налоговики прислали вам уведомление о том, что ваша отчетность считается непредоставленной. В этом случае у вас есть, повторю еще раз, 5 дней для отправки им либо пояснений, либо исправлений. И если вы из этих 5 дней еще день теряете дополнительно просто на пересылке документов, то это уже будет обидно. А в разделе, ну, то есть если вы применили 1С отчетность, то в этом случае вы эти дни сэкономили, и у вас уже, ну, хотя бы на 1-2 дня, но больше времени для подготовки аргументированной информации по полученному запросу. Когда мы с вами переходим вот в рекламентированные отчеты, это журнал отчетов, который у нас здесь есть, и при переходе программа сама себя хвалит и пишет, что такое эта отчетность и что она вам даст. То есть подробнее можно почитать вот по такой ссылочке, и подключиться к этой отчетности тоже очень несложно. Можно это выполнить самостоятельно. Здесь еще что важно учитывать, что для тех налогоплательщиков, у которых есть подписка 1С и ТС-ПРОФ, они могут использовать этот сервис бесплатно для одного юридического лица, ну, или ИПшника. А если у вас подписка ИТС-Техно, то так же, как и при проверке контрагента, этот сервис будет платный, но плата точно так же, как и в проверке контрагента, достаточно лояльная. То есть там в зависимости от того, сколько пользователей, то есть сколько лицензий вам нужно для подключения, она будет от 3800 до 5000 рублей в год. Это, так сказать, программка себя похвалила. А мы перешли с вами вот сюда, и нас интересует верхняя линейка ссылок. И интересуют нас конкретно личные кабинеты. А личные кабинеты – это личный кабинет организации, который зарегистрирован на сайтах разных фискальных органов. То есть, как вы видите, здесь можно зарегистрировать в налоговых органах. То есть вот если мы переходим по ссылке личный кабинет, мы попадаем на сайт налоговой инспекции. И, соответственно, здесь есть достаточно подробная инструкция, как подключиться, то есть как свой личный кабинет зарегистрировать или актуализировать. Так, сейчас мы это дело закроем, потому что оно нам немножко решается. Вот. И точно так же у нас есть возможность работать с порталами других органов. То есть ФСС, ну сейчас это объединенный фонд, как вы знаете. С 1 января у нас фонды объединены, соцстрах и пенсионный фонд объединены в единый социальный фонд России. Ну личными кабинетами мы с удовольствием можем пользоваться. И, собственно, общий личный кабинет, и личный кабинет по работе с электронными листами нетрудоспособности, подтверждение экономических видов деятельности, ну прочими социальными выплатами. И еще статистика. Ну, естественно, Росприроднадзор, алкоголь, регулирование, если вы работаете с данной продукцией. И обратите внимание на статистику, потому что с прошлого года статистика начала применять штрафные санкции. За нарушение или за несдачу отчетности статистику применяются штрафные санкции до 70 тысяч рублей на первый раз, и если нарушение было повторным, до 150 тысяч рублей. И, соответственно, для того, чтобы уже подстраховать себя в этом плане, нужно зайти на сайт статистики и по вашему ИНН проверить, под какие выборки попала ваша организация. То есть какие отчеты вы должны сдавать в статистику. И еще небольшое, так сказать, отступление. В январе статистика выдала достаточно много отчетных форм, которые с этого года должны применяться налогоплательщиками. Но единственное утешающее в этом разрезе то, что не все предприятия попали под эти отчеты, то есть по вашему ИННу нужно проверить, какие отчеты вы должны сдавать. Потому что чаще всего, ну, во всяком случае, сложившаяся практика показывает, что предприятия достаточно так легкомысленно относились к статистике, потому что в этом случае, ну, максимум грозили пальчиком и говорили, ай-яй-яй, что же вы про нас забыли? Ну-ка быстренько хотя бы по почте отправьте свою отчетность. То есть сейчас это у нас уже, так сказать, вчерашний день, и сейчас уже вы такими, к сожалению, мерами не делаете, если заплатите достаточно серьезную сумму. Это вот мы сейчас с вами переключились на сайт таможенных органов, то есть, соответственно, можно тоже зарегистрировать личный кабинет и смотреть по нему ситуацию, которая у вас складывается в отношении таможни. То есть, ну, как вы видите, войти можно и через госуслуги, и с помощью цифровой подписи. Вот про цифровую подпись хочу тоже обратить ваше особое внимание, пока я закрываю эти сайты. Значит, соответственно, у вас должна быть квалифицированная электронная подпись КЭП, которая выпущена налоговыми органами, и обратите внимание, что сейчас она должна быть актуализирована. И если, например, у вас предприятие сдает отчетность, то сейчас есть возможность новый отчет ЕФС-1 поручить сдачу как бухгалтерам, так и кадровикам. То есть, если у вас задают именно такие работники, то на них должна быть оформлена машиночитаемая доверенность, которая, соответственно, подписана с помощью КЭП. Потому что один из пунктов, по которому вашу отчетность могут признать непредоставленной, это то, что документы подписаны неуполномоченным лицом. Так, мы отсюда выходим. То есть, федеральная таможенная служба. Мы посмотрели, что мы можем туда перейти, но, естественно, по демо-базе я перейти туда не могу. И снова возвращаемся к нашим слайдикам. Я хочу вернуться в начало на титульный лист и показать еще раз вам наши контактные данные. Сейчас я масштаб немножко. А то переключалось, и он у нас был увеличенный. Напомнить вам наши контактные данные, то есть электронную почту, телефоны, телеграм-контакты и сайт. И, соответственно, еще раз пригласить вас к сотрудничеству, пригласить вас, так сказать, продолжить работу. Мы выполняем абсолютно весь спектр работ с программным обеспечением семейства 1С, то есть продажа программных продуктов и адаптация для вашего предприятия, и доработка, то есть полноценное внедрение. То есть фактически любые работы, которые связаны с программами 1С. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Мы, к сожалению, уже выбрали свое время. Разрешите поблагодарить вас за внимание, за время, которое вы нам уделили, и пригласить к дальнейшему сотрудничеству. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok